Девушки отдыхают 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 Мы очень его любим, радуемся его успехам. Он член правления России в молодежной секции. Ну неважно. Он обожаемый. В Москве очень много у него выставок, почти каждый год в Москве. А в год бывает у него по три, по четыре в разных городах. Пленеры, когда приглашают художников, они работают в разных городах. После этого делают свои выставки. Ну кроме таких вот выставок, кроме постоянных участников наших городских выставок, участников областных, московских городских, зарубежных, российских и зарубежных выставок. Так что перед вами настоящий художник. Можете радоваться этому потрясающему случаю. Радуем. Спасибо. У нас один гость из Севков. Владимир Михайлович Кочевкин. Коллекционер. Я Шедорову Путылову. Вызнакомился как федералистом, будучи на выставке. И меня вылегла, вот, я не могу исполнить. Потому что это самопытный художник, который очень хорошо чувствует свет. И это случилось в первые в Тарусе, где была выставка групповая. И так я как раз отметил, что в отличие от всех, значит, ну работа очень нагружена, постозна. И есть один элемент, который как бы не досказал. И когда начинаешь смачиваться, то ты доходишь до того замысла, который он хотел реализовать. И вот эта вот недосказанность, я в одной из своих публикаций об этом художнике, как раз и отметил, что он дает пищу для размышления зрителю. И зритель как бы сам участвует в этом творческом процессе. И когда он это замечает, и его озаряет, что вот он, он, именно он понял, что же здесь мастер не доделал, а что надо было вот досказать. Но это приемность, тот, который только большой мастер может сделать, потому что, ибо недосказанное и понятное, это является черта талантливый человек. Более того, он вообще-то и сильный художник. Его отец был изумительный мастер, причем работал совершенно в другой технике, и он на эту технику освоил, понял, но работает исключительно, в собственной манере, отлично от манеры отца. И продолжая его дело, я могу сказать, что он художником от Бога, замечательный друг, и мать его ныне утраствующая, тоже замечательный художник, так что у него было уколочиться. Но изучая его с морской наследием из того, он выработал свой особый стиль, понятный для каждого, и удивительно интересный. Его, Виталий Павлович сказал, что он на различных престижных выставках участие поднимал, но я могу сказать, что его работы отмечались и дипломами на выставках крупных, и в частности его... Академии художников. Да, и получил диплом нашей Академии художников. Это, вообще-то, элемент большого признания. Так что, если я вас не утомил, я еще одну особенность могу сказать, что он, вообще-то, художник, которым избивали «Малые города России». Малые города России, где исчезает натура, вы знаете, что сейчас строят безликие здания, неинтересные. И вот исчезающая архитектура им как раз показывает, что как бы предупреждает всех, что наследие, которое нам оставили, наши предки, надо поберечь и сохранить его. Это очень цельное качество, когда художник, он хорошо это чувствует в природе. И неожиданно, глядя на его изображение природы, невольно понимаешь, он подметил то, что ты сам не замечал. И после этого, выходя на улицу, мы начинаем думать, да, где-то такое может быть. Это кто-то рисущее только мастеру, который увидел то, что мы, порой проходя, и не замечали. Так что могу сказать, что он много путешествует. Его неоднократно приглашали в художники Франции на стажировку. Он из-за исторических, да? Да. И там его работы тоже интересно прозвучали по-новому. И вот я просто обращаю внимание, что одна из них эта работа, это мост, это сделанная работа по станции. Это работа, которая существовала, этот мост существовал и в прошлом, и в позапрошлом веке, и он есть на копилах Ван Бога. Кто интересуется творчеством профессионистов, ну, может найти это и посмотреть, как решил эту тему по-новому, и как решил. Это, в общем-то, интересное и отыкновенное решение. Ну, я думаю, что действительно, если у вас это такое вот первое вызов, то хотим бы пожелать, чтобы, да, там, тут не остановилась выставочная деятельность, он мастер, который работает, и пригласить еще каких-то художников, чтобы посмотреть, что и... Мы приглашаем вас в декабре у нас всегда ежегодно в зимний вернисад. Вы снова можете встретиться с работами... В конце декабря... В конце декабря... В начале января... Вся наша деятельность и художника, да. Ну, вот я тоже хотел бы сказать спасибо, что большинство людей. Это, вообще, была моя инициатива сделать тут выставку. Вот три года назад мы познакомились с Аллой Владимировной, поликолкой, да, которая, в общем-то, так очень отнеслась к моему творчеству, попросила приехать сюда... Познакомились, позоружились, это было прямо здорово. Да, я приезжал сюда в 2012 году, после выставки Продвинской, и общался с людьми, которая мне очень понравилась. Тогда у меня не был автомобиль, я там полно себе, там, когда тащил десяток работ. Ну, то, что там показал, да, такая однодневная. А сейчас у меня появился там транспорт, и поэтому я первым делом подумал, что надо бы здесь сделать в Валенцеве выставку. Спасибо. Да, ну, в общем-то, это, я говорю ещё раз, моя инициатива, и, вот, что сказать, спасибо, что приехали из Серпуха и из Продвино, друзья. Я, да, вернулся в Продвино, учился, вот, закончил свой институт имени Сурикова в Москве, и у меня вот это, и поездки, и вот, общение всегда было интересным. Вот тут все эти работы, которые написаны в разных местах. Тут и Оренбургская область, и Ивановская, и Тверская, и Вологодская. Ну, это, вот, художник из Удмуртии, да. Это, да. Это из Удмуртии. И Франция, и Франция, и Таруса, и Крым. Это всё написано с натуры, и я по пять, по шесть у меня пленеров в год проходит. Я приглашаю на разные пленеры, и я с удовольствием езжу. То есть это для меня самое, ну, как, любимое время промождение, когда ты не просто там пишешь пейзаж, а это вообще не смешно, потому что ко мне тоже много подходят люди, и детей много подходят. Я приезжаю в городишко, ну, такой там, в Тверской области, там, Торжок, Великолязин, такой. Приходят дети, там, и вот они видят, что художник рисует их дом. И мне кажется, они уже будут гордыми, что вот их дом рисуют. И мне кажется, это подходит, вопросы задают, то есть смотрят. И мне кажется, это такое обогащение и что ещё. Да, ну, я думаю, что здесь тоже, как бы, я своим, ну, своими работами, может быть, там, кого-то из детей вызову интерес вот к пейзажам каким-то натурным. Ну, вот, что касается, вот, там, да, быстро, я пишу его быстро. Ну, чтобы, вот, да, я быстро пишу пейзажи, но чтобы тут достичь этих пострадей, то, конечно, будет рада много работать. Вот, типа, школа, училище, институт, и то, что вот там, когда-то у меня вызывал вопрос, там, как рисовать. Сейчас это у меня машинами что-то происходит, то есть я уже в голове рисую этот пейзаж, компоную. Ну, не надо много времени тратить, там, какой-то рисунок. Ну, это, я вам сейчас, как бы, рассказываю, какой-то процесс такой. Ну, вот, если у кого-то есть какие-то вопросы, задавайте там вот буклетики такие, можно взять, я там ещё сейчас выложу, на память. Я, наверное, ещё один момент добавлю, что школу, подготовьте, судородство в России, она будет жирнее. И вот такая идея, что такого государства надо потратить сихо и много лет. И, однажды, царь мне сказал в Альзовскому картинку. Он сделал. Через две недели приходит и... Говорит, вот так. Я картинку сказал, мне нравится, сколько я могу сделать. И вот он отвечает 20 тысяч серебро. А он говорит, а что там дорого? То есть, делал я две недели. Ну, я шёл к ним всю свою жизнь. То есть, вот художник постоянно работает, он постоянно совершенствует свое мастерство. Не останавливается на, да, что там там, на школах. Потому что, действительно, это детская художественная школа. Плюс, в последние училище художественная еще 5 лет, плюс 6 институт. Для того получается... Для того чтобы жизнь была училась, чтобы потом всю жизнь. И потому что в искусстве самое главное, еще есть полиадьян. Полиадьян, чтобы он был индивидуальным, понятен, непоксалим и знапаримым. Да, сквозь и знапаримым. Потому что это одна из населения. Хотя, школа, которая такая, что она может поработать, или в любой манере, или в любых техниках. И вот какого-то. Но это неинтересно. А интересно быть самопытным, целым годом. И да, как раз мы имеем дело с таким же автором, как он, как самопытным. И его вдохновение. И тех, кто его оставляет совершенство. И вот его художники очень любит и уважают. Он уникальный мастер. Вот вместе мне повелось с ним поработать в категории. Это пушкинские места, пушкинская область. Симон Михайловский. Симон Михайловский. Симон Михайловский. Кутерзики его очень любит и уважают. Ну, а когда мы работали, мы работаем при Ленинграде. Я по-другому хочу сказать. Я по-другому в Франции. Меня пригласили в первую очередь в городе. Я по-другому в Францию. Приезжаю, поработаю. На юг Франции. На юг Франции. На юг Франции. Ну, в общем, я поехал один. Не знаю языка. Все сработали. Доехал, в общем. Добрался до туда. Ну, там была женщина, которая знает русский язык. В общем, я там два с половиной месяца провел. Это, конечно, было такое... Я хочу сказать, что... Действительно, ну... В общем, у нас был такой, как это называется у них? Аперитив. Это знакомство с местными художниками. Они пришли со мной по знакомству. Потому что я был там резиденцией. И там оставили кто. Шири. И вот они пришли через неделю после моего приезда. Там уже было несколько работ. Но они так, ну... Своеобразные. Ну, южане. Своеобразные люди. Довольно-таки такие... Ну... Отменные. Я взял... У меня была пачка холстов. У нас просто не весит. Подрамники. Вот я начал объяснять. Вот я хочу написать. Сделать выставку. Ну... Они так как-то смотрели. Ну... С таким... Пренепряжением даже, может. Ну... Какой-то русский. Было одно, где-то там 3-4 года было, когда я приехал. И... Ну... Как бы неделя прошла, и все. Они ушли. Ну... Вот... 25 ноября. У меня принятое рождение. Мне 35 лет было. И как раз это за две недели мы его отвезли. И вот... Я сделал то, что я там написал. В 20 полтора месяца, что я прожил. И те же самые люди пришли, которые вначале приходили. И вот, вы знаете, надо было видеть техними лица. Потому что они были просто... Ну... Ну... Потому что все... Все... Все пространство этой... Этой студии, двухэтажный дом. Все было в моих работах. Не ожидали. Не ожидали. Такая работа, как раз. Да. Я там действительно... Я там оказался в таких условиях, если не представляю. Я там месяц... Вообще... У меня не было никакого общения на русском языке. Телевизор только на французском. Я там все общался. Я стал забывать русский язык. То есть это такой был вакуум. Единственное, что нас спасло, это работа. Я работал. И... А... Это был ноябрь месяц. Меня, конечно, поразило. До середины ноября. Это и в Франции. Это 20 градусов тепла. Оставило солнце. Ну, очень тепло. И... 300 дней в году там солнце светло. Ну, просто вот это... Я помню, как они были удивлены. Потому что у них эта резиденция. Там больше 25 лет. Они там приглашают художников. В основном канадцев... Финнов, русских там практически не было. Но мне было приятно, что вот я, как представитель России, для них просто... На них произвел впечатление. А там дом, в котором я жил. Там участочек такой небольшой. Это какие-то заросшие были заросые. И через два дня после открытия выставки, они прислали из муниципалитета, прислали бригаду. Они меня там остригли леса. Там наивили порядок. Серьезно. И, ну, я уехал оттуда, в общем... Ну, после этого я туда уже несколько раз приезжал. Просто... Ну, просто я там нашел друзей, которые меня просто приглашают. Ну, мне приятно, что все-таки у них о русских... Потому что там в основном... Ну, у них, тем более... А русских там по телевизору сплошной негатив. Вообще так относятся. Не очень. Ну, вот... Ну, а потом... Русская школа. Пейзажи, статура. Они там пойти смотрят и не работают. Если работают, то абстракционеры. Вообще все это... От парня, как говорится, делают. И вдруг... И вдруг он их родину вообще делает. Ну, потрясающе. Да, да. То есть это... Хотя они, может быть, считают, что это позадруженный век, что там уже люди работают, что там уже... Да, да. Ну... Это все равно быть вечным. Да. Ну, я думаю, что много всевозможных было у меня смешных ситуаций. Ну, это... В общем, отдельная тема для разговора. Вот... Вот я детям вот хочу обратиться, что, в принципе, эта профессия трудная. Вот, если дети нам все рисуют. И, может быть, кто даже хочет стать художником. Но, интересно. У меня был пример моих родителей, и я, в общем, так неожидан. Я считаю, что я... Ну, как... Учился не зря. Вот то, к чему я стремился, я там достиг. Вот, в плане работы. Так что, вот, если у кого есть вопросы, можно... Есть у кого-то вопрос? Есть у кого-то вопрос? То есть, я практически никогда не прихожу второй раз на тот же момент. То есть, я если иду, я стараюсь написать сразу, да, я выбираю там, все-таки, если кто сроком сработает на бреневе, все-таки сын, я понимаю, что состояние постоянно меняется, я выбираю сразу, примерно то, что мне нравится, напишу уже, может быть, оно меняется, но у меня определенное состояние, я оставляю. Нет, довольно-таки декоративный, знаете, эти мосты, это мосты, эти мосты, это построен голландец, его пригласили еще в середину 15-го векера, и во многом из этих мостов писал, но, что касается этого, это не тот мосты, потому что, я вам рассказал, там, в 1944 году, там была война, и практически многое сгорело из мостов. Дом, в котором жил Барлор Барниев, в его помпу попало, там его переставали, и там же связь находится. Ну как, это да, он не используется, мы просто туда привозят туристов, это как просто ванну, привозят туристов и показывают, пожалуйста. в гостах, да, там они, конечно, зарабатывают, деньги на это, пребывая. Там есть ванну, мост, музей, в котором нет ни одной работы. Мы работаем здесь. Мы работаем с художниками, которые можно пробежать, туда-то и наставлять. В общем, вот какая у нас... Помните картина «Ночное кафе» или «Биллиардный»? «Ночное кафе» или «Биллиардный»? Это тоже кафе. И «Биллиардный» вот там. Собственно, там Амсал и Амбор. Да, да. И вот, допустим, я просто так помню в горячей. И вот тоже, конечно, там очень много. Собственно, «Человек северный» отхожу юных. Жаришься. И ветер там, горячее. Не помню ананаде когда-то. Спасибо. 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 , что у нас, в Москве, нет такой центр. Наоборот, здесь все время не общается. Потому что это действительно законное дело. Это очень мало, что приносит обланы. Хотя, конечно, мне кажется, что то, что они приглашаются во францию большим людьми, они заражают своим искусством их им. Что есть? Да, да. Ну, не пуль там. А что, вы уже уходите? Да. Сейчас произвести такие дешевые приглашали, сейчас нет, были команды в обществе, чтобы все осталось. А, знаете, так, и нового обеспечения, приглашания на правду, не принялись. Не принялись. К сожалению. К сожалению. К сожалению. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok